Ванкувер Ванкуверская спортсменка финишировала на 0,02 секунды быстрее Малышевой, но результата 1 минута 16,45 секунды хватило недавно перенесшей тяжелую болезнь Лобышевой только для серебряной медали. А победительницей стала еще одна Екатерина Шихова, представляющая Санкт-Петербург. Я следила, я смотрела, какие круги у них были, и мне было самой, у меня появился азарт. До этого я как-то была спокойна, а тут у меня было такое рвение к победе. Я думаю, что наоборот, только это раззадорило меня и заставило разогнаться и показать такой результат. Перед Олимпиадой в Турино тоже мало кто надеялся на медали, но несмотря ни на что завоевали три медали. И сейчас я уверена, что и ребята наши выступят хорошо, по крайней мере, если что-то такое не случится, непредвиденное. Потому что сейчас Иван Скобрев показывает очень хорошие результаты, Евгений Лаленков тоже способен показать высокий результат. Дмитрий Лаленков. То есть у нас есть спортсмены, которые могут достойно выступить. В соревнованиях мужчины большее внимание было приковано к Дмитрию Лаленкову и Евгению Лаленкову. В итоге подмосковный кинкобежец родом из Ангарска опередил своего нижегородского оппонента, родившегося в Муроме, почти на секунду. В их спор за золото вмешался представитель Коломна Алексей Есин, который на одну сотую секунду опередил ставшего третьим Лапкова. Секунды именно на сегодняшний день доволен, которые были показаны здесь. Хочу отметить, что в прошлом году проходил из Кубок мира, и здесь я бежал одну девять с небольшой, сейчас пробежал восемь девять. То есть как бы прогресс есть, поэтому я доволен результатом. Редактор субтитров А.Семкин